МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если приводить конкретные примеры, то это трудоустроен житель города Хойник на почтовое отделение уборщиком помещений. Заявительница, у которой большая семья, это дети, внуки, несколько лет стояли на очереди. На сегодняшний день им предложено включение в строительство двух-трехкомнатных квартир в строящемся доме. По двум вопросам, это по распределению молодых специалистов, найдены компромиссные решения. И на сегодняшний день вот эти вопросы урегулированы, скажем так, студенты. По их согласию сегодня распределены на те места, которые, в принципе, их удовлетворяют. Что касается жилья, то на эту тему было около 40% обращений, адресованных президенту во время большого разговора. Это как строительство и ремонт, так и благоустройство территории. В частности, много вопросов было от многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Поступали звонки и электронные письма из Речицы, где в очереди на жилье стоит более 300 многодетных семей. Из Калинковичей там свыше 200, из Чечерска, где более 100. Что касается Гомеля, например, в железнодорожном районе на очереди около 280 многодетных семей. Из них почти 180 уже включили в списки на строительство. Скоро они станут новоселами домов на Федюнинского или Барыкино. Оставшиеся 100 человек, это по каким-то причинам отказались от строительства. У кого-то нет поручителей, у кого-то собственных средств. Кто-то не прошел банк. Оставшиеся все желающие у нас строят. На сегодня дефицита квартир мы не испытываем. Выполняем поручения главы государства. И многодетная семья у нас стоит меньше года. Но сегодня мы уже опросили весь 18-й год. Приступили к 19-му, кто стал на очереди. Оксана Беляева, мама троих детей, хотя младшему ребенку всего 9 месяцев, уже предложили строить квартиру в новой многоэтажке на Федюнинского. Осталось собрать несколько необходимых документов. Сейчас решается вопрос по предоставлению нам льготного жилья. Вот мы уже собрали практически весь пакет документов. Сейчас подносим практически последнюю часть. Нам предложили жилье сразу, практически сразу после рождения третьего ребенка. Вот в течение года ребенок родился в летом. И сейчас ему 9 месяцев. И вот мы уже собираем документы. Несколько вопросов президенту было и по работе предприятия «Гомель обои». Напомним, трафаретный участок по выпуску виниловых обоев временно приостановлен из-за появления шума и неприятного запаха от производства. День назад мы побывали на предприятии и узнали, как реализуется комплекс мер по улучшению ситуации. Итак, за несколько дней здесь изготовили факельный выброс на трубе, изменили конструкцию воздуховода с применением изолирующих материалов для уменьшения шума, начали использовать немецкую краску для улучшения экологической ситуации на предприятии. Они не вредные краски фирмы «Фольман», немецкая фирма. Это качественные, которые содержат минимальное количество запахов, которые могут образовываться при производстве обоев. И практика показала, что эти краски эффективны. И мы сейчас переходим на закупку только этих красок. В начале следующей недели должны прийти результаты исследований, которые провели ученые из Санкт-Петербургской лаборатории имени Менделеева. Методик, который здесь используется, нет ни в одном исследовательском учреждении Беларуси. На 26 марта запланирован пробный пуск участка по производству виниловых обоев. Специалисты сделают контрольные замеры и вместе с результатами лабораторных исследований российских специалистов примут решение о возможности восстановления его работы. Лабораторные исследования еще от Санкт-Петербургской лаборатории пока не получены. Но по результатам будем тогда рассматривать деятельность фабрики в дальнейшем. Когда мы убедимся, что деятельность фабрики отвечает всем требованиям природоохранного законодательства, будет дана оценка. Возвращаясь к вопросам жителей нашего региона к президенту, отметим, что работа с поступившими в область полкома обращениями продолжается. Сейчас заканчивается проработка еще двух десятков вопросов. Скоро и они будут разрешены. Запланированы ремонтные работы, запланированы комиссионные обследования жилищных условий, запланированы встречи с людьми для уточнения некоторых моментов. Например, по вопросам, опять же, трудоустройства, это людям выданы направления на прохождение медкомиссии, так как без этого документа пока невозможно до конца оформить, скажем так, уже трудоустройство человека. Многие обращения нуждались лишь в детальном разъяснении положений законодательства. Еще 10-15% поступили от людей, которые уже давно знают обоснованные законом ответы на все свои вопросы, но все же не упустили возможность еще раз задать их во время большого разговора с президентом. Естественно, работа с такими вопросами – пустая трата времени работников службы и ведомств на новый виток диалогов. Что касается всех актуальных вопросов жителей области, то каждый будет детально рассмотрен и по возможности решен. Марина Джала, Игорь Морищенко, Новости недели.